приветствую вас на своем канале о вязании крючком меня зовут кристина и в данном видео уроке я покажу как вязать вот такую квадратную корзину с отворотом очень уютная и вы сможете связать ее любым размером каким вам нужно я только вам покажу а за ее вязание соединение мы будем делать с помощью хвостика у донышка и у стенок корзинки для вязания нам потребуется хлопковый шнур у меня 3 миллиметра из хлопкова шнура я рекомендую вязать только 3 миллиметра шнур если полиэфирный то 4 миллиметра также крючок четыре с половиной миллиметра крючок четыре с половиной миллиметра нужен будет и для шнура 3 миллиметра и для полиэфирного 4 миллиметра и 4 маркера для такого маленького размера корзинки я оставила хвостик метр тридцать запасом чтобы потом еще спрятать хвостик между стенок делаем кольцо амигуруми и провязываем в кольцо 7 столбиков тянули кольцо как можно сильнее и теперь будем формировать 8 столбик вытаскиваем крючок тянем за рабочую нить и вытягиваем ее вот из верхней петли и из столбика вставляем крючок назад теперь подхватываем хвостик и хвостик полностью выводим после этого заводим крючок под первый горизонтальный столбик сзади наперед подхватываем хвостик выводим назад далее вводим крючок под перемычку и в середину косички все подтягиваем это наш первый ряд кольца готов далее мы будем вязать просто под косички заводим крючок теперь уже вяжем рабочей нитью провязываем 1 столбик вот она следующая косичка подняли вяжем 3 столбика без накида второй столбик я рекомендую вытягивать чуть подлиннее чем 1 и второй столбик помечаем маркером в него мы всегда будем формировать наш угол чтобы квадрат был ровным и третий столбик далее вот она следующая косичка под нее вяжем 1 столбик под следующую три столбика также второй столбик помечаем следующий один столбик три столбика третий столбик провязываем не до конца вытягиваем рабочую нить далее будем вязать хвостиком подхватываем хвостик полностью выводим его вот она наша горизонтальная петля под нее вводим крючок подхватываем хвостик и выводим и далее также под перемычку и в середину косички такое соединение будет всегда одинаково для донышка нам нужно связать 7-8 рядов все зависит от пряжи какой вы вяжете такой вот маленький уже аккуратненький квадратик получается я не помечаю уже углы потому что я уже знаю вижу в какой мне нужно вязать он как бы лежит вот он вот он наш первый столбик вот она его косичка вот на второй столбик а вот третий и он как бы на половине его в принципе легко увидеть если вы приглядитесь все видно далее начинаем новый ряд вводим крючок также под косичку вяжем до маркера по одному столбику в маркер три столбика вот она косичка ее не пропускайте она бывает закрывается под столбиками под нашими и таким образом вязание квадрата будет всегда одинаковым нам нужно провязать где-то 12 сантиметров донышко зависимости от нашей пряжи сколько рядов у вас получится у меня это будет где-то 7 рядов провязали наше донышко теперь переходим к вязанию стенок по необходимости вы можете отпарить свое донышко дать ему высохнуть и потом уже перейти к вязанию стенок теперь вязание то же самое все очень просто только мы не делаем утроение на углах а просто вяжем без прибавок также вводим крючок под косичку вяжем столбики без накида соединение то же самое все легко и просто так как мы не делаем прибавок у корзинки края уже в первом ряду начнут подниматься и нам просто нужно будет связать на нужную нам высоту также хочу сказать чтобы не было отверстий между рядами у корзинки чтобы она была плотной когда мы вяжем вот мы провязываем наш столбик и вот сверху у нас петля ее не нужно никак вытягивать не маленько не вообще никак вот как она есть на крючке мы также ее оставляем и идем под следующую косичку то есть вот она я ее не вытягиваю на так и остается и тогда не будет отверстий между рядами и корзинка будет идти так сказать сплошная до сам столбик вяжем мы достаточно свободно а вот его верхушка верхняя косичка должна быть ну так скажем тугая или вот как она есть для такой маленькой корзиночки нам нужно провязать 16 рядов вверх один ряд мы уже провязали осталось 15 рядов и после этого можно будет уже подгибать нашу корзиночку вот мы провязали нашу корзинку до нужной нам высоты 16 рядов теперь нам нужно отсчитать 4 ряда и подогнуть их таким образом вот и все наша корзинка готова теперь мы со всех сторон выравниваем наш подгиб вот она таким образом вы сможете связать такую корзинку любым размером рассчитывая размер дна естественно если корзинка будет больше то рядов в высоту тоже увеличится спасибо за просмотр